Сказать, что приветствуем тебя в городе Сиэтле. Мне также очень приятно быть с тобой, Виктор. Я рад, что вы вернулись к местам, где они могут увидеть мою фрагу. Я рад приехать в другие места. И после вашего вступления, когда вы вышли к этой аудитории, вы сказали, ну была мысль о том, что почему я здесь оказался. Это не та привычная аудитория, где вы привыкли быть. И я вот сидел и тоже сам про себя думал. Конечно, оказали честь быть у нас в Сиэтле, но я тоже размышлен над этим вопросом. Почему же Никки служит в такой большой аудитории? И знаете, к какому я пришел, к выводу, к какому я пришел? Чтобы Бог испытал и доказал мне, насколько же Ник по-настоящему мой друг. Во-первых, ты должен сказать... Я не знаю много людей, но я интересуюсь в местах, когда кто-то, когда я поставлю мою сердце в руках, в руках людей, вы не можете поставить людей, я имею в виду, я имею в виду, что я использую, но я чувствую себя более интимным с людьми, смотрю на их faces. Я заинтересован в том, чтобы вкладывать свое сердце в более-таки личное, построение личных отношений. Не так сильно, чтобы была толпа, но чтобы лично было отношения. Очень часто у меня проходит очень много разных интервью, светских и христианских интервью. И поэтому я сейчас чувствую себя комфортабельно, будучи со всеми вами. Хорошо, это уже у нас второе интервью в городе Сиятле, мы уже сняли одно интервью, которое пользуется большим успехом. И мы больше касались именно вашего свидетельства. Но теперь, выслушав ваши свидетельства, ты понимаешь, какую колоссальную роль в вашей жизни сыграл пастор Давид Вилькерсон. Тем не менее, хотелось бы узнать, кем он был для вас? Просто друг, пастор, учитель? Или же пастор, через которого вы приняли Иисуса Христа своим Господом? Может, он был духовным отцом? Кем он был для вас? Дэвид Вилькерсон, это такая трудная личность. Что я имею ввиду, вам просто нужно было его понять. Когда я покаялся, я пошел в библийский колледж. Когда я покаялся, я пошел в библийский колледж. Я пришел работать в организации Teen Challenge, там было всего двое людей. И я сказал, будет трудно работать. Я был молодой, женат, мне было 23 года. И тогда я буду открыть местные места в моей жизни. И тогда мы начали. Я начинал на улице, на улице, на улице. Я пытался объяснить сегодня, в Волькерсон, что вещи были разные. И тогда мы начали служение по улицам. И я должен откровенно вам сказать, у меня не было вообще отношений с моим отцом. И я в этом очень сожалею. И я думаю, это послужило как раз и трудностью, когда я возрастал христианином. В том, что... С отцом это послужило... The best decision was for me was to send me to New California. И мне говорили, что то, что я бросал в Нью-Йорке, нехорошо было начало. Меня могли убить на улице. Мне говорили, что лучше переехать в Калифорнию, иначе меня убьют в Нью-Йорке. Потому что говорили, что есть разница между восточным побережьем и западным побережьем. И Дэвид Финкерсон пришел в мою жизнь. И потому что мы стали очень близки. Ваши взаимоотношения продолжались, стало быть, на протяжении всей жизни.